МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хреников, будучи в Америке, в командировке, виделся с ним и пригласил его приехать в Москву. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было указание Хрущева относительно того, что его принимать по высшему разрезу. Жил он в национале. Он просил определенный номер с видом на Кремль. И из этого номера пришлось выселить. Там какой-то иностранец жил. Его перевели в другой номер. А этот номер предоставили ему. Москва ему очень понравилась. И он говорил, что Москва желтенькая. Желтые дома. Единственное, что его как-то озадачило, что все памятники стоят. Маяковский стоит, Пушкин стоит, Гоголь стоит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На репетициях всегда присутствовала Мария Венимина Юдина. И она мне рассказывала, что она переписывается с Островинским. Но они никогда друг друга не видели. Юдина на аэродром не попала, опоздала. А пришла, значит, в номер к нему. Где было довольно много народу. И она вошла, значит, и встала на колени перед ним. И стала руки ему целовать. Он ужасно был смущен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда они в Национале ели цветную отбивную, которая была настолько жесткая, что нужно было усилие электропилы, чтобы ее разрезать, этот кусок, то Стравилский попробовал и сказал, очень вкусно. Случилось так, что он съел красный борщ. И очень ему борщ понравился. Но этот борщ, значит, где было много свеклы, видно, подействовало ему на желудок здорово. И он лежал. Он был бледный, значит, совершенно. И ему было плохо. В тот момент, когда Стравинский приехал в Москву, мне было 17 лет, и он был для меня царем и богом. Между репетициями, когда все оркестранты ушли, вообще как-то так получилось, все ушли, мы оказались вдвоем в зале консерватории. И я думал, что сейчас будут какие-то откровения о смысле жизни, о смысле искусства. А он вдруг начал говорить, как ему было нехорошо на прошлом концерте, почему это было. И он перепутал дозировку лекарств. И тут выяснилось, что он страдает такой концертной диареей. Вся наша встреча была посвящена тому, что он мне рассказывал, значит, какую дозировку лекарств он применяет, и как, значит, вот надо предотвращать все эти самые неприятные случаи. Естественно, я был растерян. Вообще не знаю, как это понимать. Дело в том, что он очень острый был человек. За словом, как говорится, в карман, ему не надо было лезть. Восемьдесят лет он выглядел, конечно, как старик. Немножко сутулый, лысый, некрасивый. Он всегда был некрасив, но его гений все преображал. Поэтому мы на него смотрели, как я, по крайней мере, как на величайшего композитора и мыслителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok